Приветствую вас! Вы знаете, как-то странно получается. Ну, допустим, вы не знали, какой ваш муж, да, допустим, вы не знали, как он относится ко всему. Вот. Но, когда вы стали жить вместе с ним и увидели, какой он, вас это не остановило. И вы продолжили с ним жить. Продолжили с ним жить вплоть до ребенка, до беременности. Ожидая чего? Что он изменится? Что он станет другим и что он перестанет так себя вести? Понимаете, он, может быть, и перестал бы, если бы вы ему давали стимул, мотивацию. Может быть, он и перестал бы. Но, поскольку мотивации вы ему не даете, никакой, для того, чтобы меняться, то он и не меняется, естественно. Ну, а зачем, зачем меняться, если у него и так все есть? Понимаете? То есть, это история, скорее, о том, чего вы хотели во всей этой ситуации. Вот. Эта история, скорее, о том, что вам нужно в этой ситуации. Вот. Эта история, скорее, о том, как вы себя, ну, преподносите, может быть. Как вы себя воспринимаете, на что вы надеетесь. Эта история о, по сути, личных, личных границах ваших. То есть, как, например, получилось так, что ваши деньги, ваши деньги у мужа, то есть, ну, не добрался он у вас их силой. Значит, получается, что, что вы отдали ему их, получается так, судя по тому, что вы, ну, судя по тому, что вы пишете, вот. И это, как бы, уже вопрос, он, скорее, к вам больше. То есть, а как, а что, а почему такая история. Вот. Понимаете? То есть, личные границы ваши, если они, вот, действительно, ну, страдают, да, скажем так, личные границы ваши, нужно как-то вот развивать. Развивать. Да? То есть, простраивать. Вот. Подстраивать их, если угодно. Потому что никто вам, как бы, все не принесет на блюде. Ну, вот. То есть, это вопрос ваших ожиданий. Это вопрос ваших ожиданий. Это вопрос того, чего вы хотите. Вообще. И я думаю, что в данном случае, в данном аспекте можно говорить о том, можно говорить о том, что сейчас, пока ребенок не родился, я бы вам уходить куда-либо не рекомендовал бы. А, потому что это стресс, для вас это негатив, для вас в любом случае это будет негатив, в любом случае. Вот. И, соответственно, можете ребенку навредить и тебе навредить. Вот. Вот. Имеет смысл, значит, поразать, имеет смысл поразать, пока ребенок родится. Вот. Имеет смысл поразать, пока он появится на свет. И уже потом, после того, как он появится на свет, вот уже потом можно будет что-то решать. Вот. Вот. Но, если честно, если честно, то даже в этом случае, да, в случае, если вы решите уходить, да, то нужно поставить, ну, в известность об этом. Вот. О том, что вы делали, ну, о том, что вы собираетесь сделать. Вот. То есть я не рекомендовал бы вам срываться. Уже сейчас, в принципе, вы можете перестать идти на помаду у своего мужа, да. Вот. Уже сейчас вы можете ставить ему условия, то есть, ну, что это значит, что значит условия, да. Условия, я имею в виду, что вот, либо ты, соответственно, обеспечиваешь, ну, меня, меня, нас, по-нормальному, да, либо, соответственно, я буду думать, что я тебе не нужен, да. Допустим. Допустим. Ну, это как вариант. Это как вариант. Вот. Может быть, другие способы вы выберете отдаление от него, да. Вы тут, например, там, перестанете время проводить вместе, вот, разговаривать, там, или будете больше времени проводить не с ним, а просто с другими людьми. Вот. То есть тут, конечно, все решать вам исключительно. Вот. То есть вот такая мне видится история. Еще раз. Еще раз. Ключевой момент, значит, ваши проблемы заключаются в том, что вот вы пишете про него, да, говорите, что он там экономит, что скидка, все вот это, и говорите, сейчас я в декрете, и скоро она родится ребенок. И вопрос с ней возникает невольно, а не делаете ли вы это все специально? Специально, чтобы убедить себя в том, что этот человек, то есть мужчина, муж, не достоин того, чтобы быть в нем жилем. Не является ли это подтверждением того факта, например, что вы боитесь близости, боитесь отношений и так далее. То есть это все очень сильно похоже на вашу, на вашу точнее, на вашу последовательное, планомерное направление на то, чтобы убедиться в том, что человек вам не подходит. То есть, знаете, когда вы встречались, вам муж должен был там, ну, что-то дарить, куда-то вас хватить, то есть это все должно было быть. Понимаете? Если он этого не делал, то это уже тревожный знак. Понимаете? Второе. Вы до брака с ним не жили тоже. А почему не жили? Почему не встал вопрос о том, чтобы, ну, как-то вот проверить, да, посмотреть, подходите ли вы друг другу или нет, как чего в быту. То есть это вот все какие-то такие ограничения, да, которые в итоге привели к тому, что вы сейчас имеете. Вот. Вот. И если вы не сделаете для себя выводов, то ситуация, она так и будет повторяться снова и снова. Ну, вот и все. Просто. Просто будет снова и снова стараться постараться. По факту. Поэтому смотрите сами здесь. Смотрите сами. Я бы рекомендовал вам все-таки до рождения ребенка никаких решений не принимать. Вот. Я бы рекомендовал вам до рождения ребенка несколько консультаций, несколько консультаций с психологом, да, чтобы проанализировать, как вообще все вот это произошло, как это стало реальностью, вот, чтобы сделать для себя выводы. И мужу как бы все объяснить, да, потому что доступно. И спорить, да, не ссориться, не ругаться, а именно вот спокойно просто объяснить мужу, что есть у вас представление о том, как все должно быть, да. То есть, ну, что у ребенка там должна быть отдельная кровать, авто, кресло, вот там все, ну вот. И что вы не считаете, что муж должен это делать. Не считается. Вот. То есть, ну, это его право не хотеть, в принципе, да. Его право отказываться, отказываться. Но если он, если он не будет идти вам навстречу, то и вы, и вы сами тоже навстречу им идти не будете. Потому что, ну, он не хочет прислушиваться, прислушиваться к вам. И как бы, как бы, почему реально прислушиваться вы. Тогда. Получается, вред вам. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. А, я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но то, что вы не любите шипсы мороженое, ну, там, что-то еще такого типа. Вот. Не то, чтобы это странно. Не то, чтобы это странно. Просто я бы сказал, что это, ну, не совсем обычно. Понимаете? То есть, как бы, это просто не совсем обычно. Именно. То есть, как бы это не было бы связано вот с тем, да, как бы это не было бы связано с тем, что вы сами себе запрещаете какие-то вот, ну, хорошие вещи. То есть, запрещаете себе радоваться, запрещаете себе получать удовольствие там и так далее. Я не хочу сказать, что это обязательно так. Ну, вот, например, он покупает себе, да, то, что он любит. Ну, в принципе, в принципе, это вполне нормально, да, в принципе. А покупает ли он вам то, что любите вы? Ну, вы понимаете, жадно, что заодно эгоизм – это немножко другое. Вот. То есть, жадно, что это всё-таки, ну, такая история, да, которая, которая определяется нецелесообразностью покупки, по мнению мужчины. Вот. И можно, в общем и целом, сколько угодно говорить о том, что он там такой-такой, но это всё субъективно. То есть, если человек не скупится, да, там, на, ну, что-то действительно важное, да, то есть, на, ну, необходимые какие-то вещи, то просто у него такое представление о том, что нужно покупать, а что нет. И уже, как бы, вы просто либо принимаете, либо нет, то, что происходит. То есть, какой смысл менять человека, знаете. То есть, вот, у меня такое ощущение просто складывается, да, что вы как-то, как-то слишком зажатый в поле, или слишком правильный хотите быть, вот. То есть, и, и до брака вы не жили с мужем, и чипсы, и, там, сладкое вы не любите, да, вот. И мужчину, наверное, поэтому вы выбрали себе, ну, вот, такого, да, который, как бы, ну, который, ну, такой правильный очень, да, показался вам правильным мужчину. Поэтому вы его выбрали. То есть, здесь вот нужно выяснять ваши мотивы, для чего это все было нужно вам в первую очередь, понимаете. Без выяснения мотивов вы повторите все те же самые ошибки еще раз, ну, еще, просто еще, еще будете так вот действовать и все. Вот. То есть, поймите, я вот не критикую, да, я просто хочу, чтобы вы поняли все, так, ну, поняли все, как оно есть на самом деле. Вот. Чтобы вы разграничили одно от другого. Вот. Отграничили одно от другого. Это важно для вас. Понятно, да? Надеюсь. А о чем идет речь? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.